В ноябре 1982-го пограничник Геннадий Ломакин попал в Афганистан. Там два с половиной года служил в пианском погранотряде. Следил за порядком в 120-километровой зоне от границы. Вступать в бои с противником им с побратимами приходилось регулярно, рассказывает мужчина. Там и получил ранение. Мне приходилось всякое, по молодости, как сказать. Особо не задумывался. Служил, надеялся и вернулся. Очень много друзей в этом братстве и с семьями погибших мы всегда вместе. Вот и сегодня мы прямо с утра проехались по кладбищам. Официально война в Афганистане для советских солдат завершилась 15 февраля 1989 года. В этот день последние советские солдаты по мосту дружбы вернулись на родину. Более чем 9 лет продолжалась война в Афганистане. И, конечно же, когда мы покинули эту территорию, мы с чистой совестью пришли в мирное общество, понимали, что войны больше никогда не было. В 27-ю годовщину вывода войск из Афганистана у памятника погибшим воинам-интернационалистам собрались бывшие военнослужащие афганцы, участники локальных войн, семьи погибших, а также представители областных и городских властей. Сегодня мы тоже переживаем непростое время. И в это непростое время ваши же попротивы, войны интернационалистов, и сегодня многие из них защищают просторы нашей державы с оружием в руках, переживая сегодня еще одну войну в своей жизни. Сегодня в Харькове живет около 5000 ветеранов-воинов-интернационалистов, около 1000 инвалидов. При исполнении долга в Афганистане погибло 124 харьковчанина. Ксения Ручко, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».